История Якутского педагогического института Фашистская Германия, оккупировав почти всю Европу, вероломно напала на Советский Союз Ею было введено в действие 190 отборных дивизий, около 4300 танков и штурмовых орудий 4980 боевых самолетов, 47200 орудий и минометов На огромном фронте от Балтийского до Черного моря враг вторгся в пределы нашей страны Разрушая, грабя мирные города и села, убивая и истязая мирных граждан Началась священная война за свободу и независимость нашей Родины Узнав о бандитском налете германских фашистов на советские рубежи Студенты и сотрудники Якутского педагогического института РАПФАКа, собравшись на митинги 23 июля 1941 года Выразили горячее желание по первому же зову правительства в груди встать на защиту Родины Как и по всей стране, в республике развернулось добровольческое движение с просьбой об отставке на фронт Прошу зачистить меня в действующую армию добровольца В такой решительный момент мой долг коммуниста и командира быть на передовых позициях борьбы с фашизмом На первом же митинге, состоявшемся 23 июня 1941 года, такие заявления подали Иван Андреевич Мельников, Аксентий Егорович Мординов, студенты Данилов, Шамшинов и многие другие Мельников 4 сентября 1941 года был призван в Красную армию Преподаватели института Петр Матвеевич Корнилов, Прокопий Дмитриевич Ларионов, Роман Иннокентьевич Местников, Юрий Георгиевич Шафер, Алексей Степанович Ковалевский и другие, которые ушли на фронт Наравне с преподавателями на фронт шли и студенты Их было гораздо больше Это были передовики учебы, лучшие активисты Шли они на войну по призыву, а некоторые из них добровольно, уверенные в нашей победе Руководство Якутского пединститута получало фронтовые и солдатские письма почти каждый день Как только началась война, в начале 1941-1942 учебного года была получена телеграмма Наркома Просвещения РСФСР Согласно которой Якутский педагогический институт переводился на ускоренный выпуск, трехгодичное обучение Тогда на дневном отделении учился 221 студент, на шести кафедрах работало 26 штатных преподавателей В том числе доцент Аксентий Егорович Мординов, Степан Федотович Попов Небольшой педколлектив работал по законам военного времени Руководил организацией учебного процесса, общественно полезной работой студентов Институт выпустил, несмотря на трудности военного времени, в 1941 году 31 учителя В 1942 году 90, в 1943 году 24, в 1944 году 31 и в 1945 году 63 Благодаря Якутскому пединституту, можно сказать, без всякого преувеличения, школы республики в годы войны продолжали учить детей Помнится, после открытия Второго фронта иногда баловали нас вкусно в красивой баночке Американским колбасным фаршем, тающим во рту сахаром, белым, как снег, мукой Было ужасно, холодно везде, в общежитиях окна закрывают одеялами Часто отключали свет, не досыпали, уставали от постоянных субботников, воскресников Но мы выжили Каждое утро ждали сообщения с Овинформбюро Радовались освобождению от фашистов хоть какой-нибудь деревне И безгранично верили в победу Сегодня все наши мысли и труды посвящены фронту В борьбе с немецким фашизмом, в защите нашего счастья, чести и свободы Отдаем все силы и знания укреплению мощи страны И воспитанию мужественных, стойких защитников Нам, познавшим за 20 лет счастья И вкусившим сладость человеческой культуры Гитлеризм грозит черным рабство И перспектива истребления Не бывать этому Отдадим все силы и знания И еще большему укреплению мощи нашей Родины Научим молодежь Уненавидят врага Всеми силами души Наука Пединститута В годы войны Сделала первые шаги Непосредственно выхода в практику Так Михаил Николаевич Караваев Нашел местный заменитель ВАТ Который в этом году широко применялся в медицине Алексей Дмитриевич Егоров Разработал способ изготовления витаминных напитков И казеиного клея Биологи Якутского педагогического института Составили подробные инструкции По сбору и применению лекарственных трав Узыватели физики и математики Под руководством доцента Заведующего кафедрой Аркадия Никифоровича Рылова Исследовали теплоизоляционные свойства Местных угольных шахт И производили научные расчеты скважины Для получения мерзлотных вод Учеными и преподавателями гуманитарной специальности Широко, в том числе и в отдаленных районах республики Постоянно читались публичные лекции Посвященные проблемам дружбы народов Советского патриотизма и интернационализма Героической битвы советского народа Против немецко-фашистских оккупантов В году войны значительно вырос интерес народа саха В своей истории, культуре и языку Несмотря на лихолетие, петь институт рос с года в год И становился признанным республикой учебным, научным и творческим центром Если в момент открытия ПИ не было ни одного остепененного преподавателя То к 1945 году 10 преподавателей имели ученые степени и звания В период войны, несмотря на исключительные трудности В Якутском педагогическом институте Было положено начало систематической научной работе Пока не обнаружены документы Повествующие о конкретном вкладе Якутского педагогического института Фонд обороны Но известно, что коллектив Якутского педагогического института Внес в фонд обороны страны Из строительства танковой колонны Советской Якутии Сотни тысяч рублей Было создано 18 Комсомольско-молодежных бригад Для помощи семьям фронтовиков В апреле 1942 года Проходил митинг в актовом зале пединститута В эти тяжелые минуты для нашей страны Я подписываюсь на заем в размере двухмесячных стипендий И облигаций с двух фонд обороны Пусть эти деньги превратятся в новые пули В новые части боевых машин Комендант института Степанова При заработке 200 рублей в месяц Подписалась на 50 рублей Швейцар Якутского пединститута Кашкирева Дала фонд обороны свой трехмесячный заработок На двухмесячную стипендию Подписались студенты Шейна и Александров После митинга 108 сотрудников Якутского пединститута Подписались на 66 810 рублей 111,7% месячного фонда зарплаты И 108 студентов стипендиатов На 15 625 рублей История Якутского педагогического института Года войны Преприемником которого является наш университет Это действительно без всяких эпитетов Годы суровых испытаний Педагогический институт Годы Великой Отечественной войны Отправил на фронт своих лучших сыновей Прошедших по всем дорогам войны Участвовавших почти во всех военных действиях того периода Посланцы Якутского пединститута Не уродили тесть своего родного вуза Многие из них показали чудеса храбрости и мужества Часть из них пали на полях сражений Отдали свои молодые жизни Защищая наше будущее и независимость Родины Оставшиеся в тылу трудились самоотверженно Не жалея своих сил Приближая Великую Победу Коллектив пединститута в суровые годы войны Находил новые формы работы Благодаря их труду Спустя всего одно десятилетие После окончания войны Был открыт первый на северо-востоке страны Якутский государственный университет Мы должны помнить И не забывать о том Что на фронтах войны Пали смертью храбрых Наши первые кандидаты наук Аспиранты Заканчивавшие свою работу над своими диссертациями И многие опытные и перспективные преподаватели А также студенты Которым не было суждено окончить наш выход Их имена золотыми буквами Вошли в историю нашего университета Всех вас поздравляю С Великим Днем Победы С Великим Днем Победы С Великим Днем Победы